Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Громашова, приветствую вас. Анапа, ее достопримечательности, национальные парки и пляжи привлекают многочисленных туристов. Многие люди приезжают сюда на собственном автомобиле. Также до курорта можно добраться на автобусе, самолете и поезде. Билеты на поезд лучше покупать заранее. Их продажа начинается за 45 суток. Давайте сейчас вместе со мной отправимся в окрестности Анапы. Большой Утриш, уникальный природный заповедник, расположены в 20 километрах от Анапы. Добраться туда из города можно на автобусе, морском катере или на собственном автомобиле. По дороге есть несколько смотровых площадок, где можно остановиться, чтобы осмотреться, насладиться прекрасными пейзажами первозданной природы и сделать фотографии на память. Большой Утриш по своей красоте и разнообразию природы по праву считается жемчужиной Черноморского побережья. Горы и крутые скалистые обрывы, уходящие прямо в море, скрывают небольшие лагуны от посторонних глаз. И все это великолепие покрыто реликтовым лесом, туи, скалистого дуба и можжевельника. Здесь найдены деревья, которым по 500-700 лет. Эти леса участвуют в формировании здорового климата курорта Анапы, который так благотворно влияет на организм. Большой Утриш – это полуостров. Такой выдающийся ландшафт – результат землетрясения, которое произошло здесь несколько миллионов лет назад. Около смотровой площадки имеется дерево желаний. Сюда приезжают молодожены, просто туристы, и все привязывают ленточки на ветви дерева в надежде, что сокровенное желание обязательно исполнится. В переводе с адыгейского Утриш означает «провалившаяся гора». По легенде, именно здесь Зевс ударил молнией и расколол землю, приковав Прометей к скале в наказание за то, что тот украл у богов огонь и подарил его людям. После многих лет страданий Прометей, освобожденный Гераклом, спустился к морю, окунул свое израненное тело в воду и зажили его раны. Говорят, что и сейчас воды Черного моря в этом месте считаются целебными, а огромная каменная стена так и называется Прометеевой скалой. Также следуя легенде, Прометей из обломка этой скалы сделал себе перстень. И как символ огня на небольшом мысе стоит маяк, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. И светит он в ночи людям и кораблям, согревая их теплом надежды и благополучия. Побережье Черного моря богато природой и разнообразием ландшафтов, что делает это место привлекательным и для дикого отдыха. Здесь расположено несколько каменистых пляжей. Самый популярный находится возле Дельфинария. Этот пляж неплохо оборудован. Здесь есть несколько кафе, ресторан, а поблизости можно снять комнату. Летом пляж переполнен, однако количество отдыхающих уменьшается, если вы пройдете еще пару сотен метров. Дальше по берегу расположены три лагуны. Это царство дикого отдыха. Там находятся нудистские пляжи. Говоря об этом месте, нельзя не упомянуть морскую фауну. Здесь имеется ферма, где разводят местные деликатесы, устрицы, морские гребешки и, конечно же, мидии. В районе мыса Большой Утриш обитают моллюски, предпочитающие чистую воду, не загрязненную бытовыми и нефтяными стоками. Присутствие этих видов морских обитателей указывает на то, что прибрежная акватория пока не подверглась разрушительному воздействию человеческой деятельности. Из-за чистой морской воды любители подводной охоты часто приезжают именно в это место богатой рыбой. В прибрежных водах обитают камбала, рыба-петух, морской еж, всего не перечислишь. Кефаль, пожалуй, самая знаменитая рыба Черного моря. Не зря же поется в песне «Шаланды полные кефали». Местные рыбаки показали нам свой лоб. Эта рыба – пеленгаз, разновидность кефалевых. В Черном море пеленгаз появился сравнительно недавно. Был завезен из Японского моря и стал популярной промысловой рыбой. Поначалу пеленгаз считался кефалью второго сорта, но сегодня занял достойное место на рыбных рынках Анапы. У берега рыбаки ловят на удочку маленькую рыбешку под названием барабулька. Это небольшая рыбка длиной в 10-20 см красноватым телом и серебристым брюшком. Барабулька была популярна издавна. Они слагали эпические баллады и легенды. Особой популярностью пользовались эти рыбки в Древнем Риме. Согласно преданию, крупные тушки оплачивались равным им по весу количеством серебра. Мало у каких рыб есть столько названий – барабулька, султанка, рыба-коза, краснобородка. Рыбаки посоветовали обязательно попробовать эту рыбешку в местных кафе. Насладившись видами природы, мы снова поехали в Анапу, благо до курорта не так далеко. Вечером после экскурсии я отправилась на прогулку по многолюдной набережной курорта, где царила атмосфера праздника и беззаботного отдыха. Многочисленные кафе, расположенные вдоль берега, заманивали приезжих вкусными запахами готовящихся блюд. Вспомнив совет рыбаков, я решила зайти отведать барабульку и узнать у местного повара, как ее надо готовить. После того, как рыбу почистят, ее обмазывают в томатном соусе, добавляют специи, соль и перец по вкусу. А напчане эту рыбу предпочитают готовить на шкаре, аналог современной решетки. Тушки рыбы пекутся на углях недолго, всего 5-7 минут. Чтобы угли были постоянно горячими, повар их обдувает простым феном. Такой вот незатейливый способ. Решетку с рыбой надо периодически переворачивать, следить за тем, чтобы тушки не подгорели. Когда барабулька покроется золотистой хрустящей курочкой, считайте, что блюдо готово. По одной из версий, свое второе название «султанка» рыба получила, потому что кушать ее дозволялось исключительно султанам из-за своего восхитительного вкуса. Причем барабулька вкусна в любом виде. На гриле, жареная на сковородке, тушеная, соленая. В каком бы виде вы ее не ели, результат один – хочется еще. У барабульки, она же рыба-коза, очень нежное мясо, поэтому ее издавна промышляют у берегов Средиземного и Черного морей. На ужин подали морские мидии, которые выращены на ферме, где мы были утром. Легкие морепродукты – летом отличная альтернатива тяжелому зимнему мясу. На переваривание морского белка уходит всего три часа. Это именно то, что нужно в жаркие летние дни организму. И легко, и сытно, и очень-очень полезно. Тем более, когда все эти свежевыловленные морепродукты употреблять с хорошим краснодарским ином. Нигде не ощущаешь себя так легко и беззаботно, как во время отдыха на Черноморском побережье Анапы. На Приморской набережной Анапы расположен необычный памятник обнаженному курортнику. Оригинальная скульптура изображает мужчину, лежащего на зеленой траве и загорающего без одежды. А на том месте, где должны быть плавки, лежит широкополая белая шляпа. У памятника любят фотографироваться все отдыхающие. Смотрите программу «Туризм» и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова